Привет, это территория IPTV. Многие просили снять видеоролик по сравнению X4Q Cube и X4Q Pro. Это супер новинки от Ugoos, которые только-только поступили в продажу, и сейчас они однозначно занимают топовые места. Это самые лучшие ТВ-приставки, которые вы сейчас можете приобрести на Алиэкспресс. Ссылка на них будет находиться в описании под видео, и обзоры на них уже выходили. Но так как просили сделать сравнение этих двух ТВ-приставок, давайте этим с вами и займемся. Итак, в чем же основное отличие? Это, конечно же, в объеме памяти. Несмотря на это, на то, что на Cube 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней, а на Pro-версии 4 ГБ оперативки и 32 ГБ внутренней, у них одинаковые прошивки. Здесь на Cube, равно как и на Pro, присутствует Widevine L1 сертификат. Это самый лучший уровень защиты, который позволяет воспроизводить 4К-контент в легальных онлайн-кинотеатрах. Скоро, кстати, выйдет настройка под ключ на все эти ТВ-приставки. У обеих ТВ-приставок новый тип корпуса со скрытыми антеннами. Вы видите, что никаких внешних антенн здесь нет. Радиатор полностью на пластмассовых защелках. Чуть ближе к концу видеоролика я разберу обе ТВ-приставки, сравним их по аппаратной начинке. Посмотрим, что на плате и как закреплены радиаторы. У обеих ТВ-приставок присутствует в наличии Bluetooth-пульт с голосовым поиском и гироскопом. Поэтому отчасти цена на эти ТВ-приставки, которые вы можете посмотреть по ссылке на момент просмотра вами этого видеоролика. Компенсируется эта цена вот таким пультом, потому как на другие ТВ-приставки, даже на Tox 3, придется докупать Airpult с голосовым поиском и с гироскопом. Здесь сразу все идет в комплекте и только-только вышло обновление, которое исправляет отвалы этого пульта. У некоторых пользователей это было. У меня на обеих приставках этого не было, но сообщения такие были. И Ugoes мгновенно отреагировал и выпустил прошивку, которая ликвидировала этот недостаток. Пишут уже на форумах, что проблема решена. Что касается проигрывания видеоконтента, обе ТВ-приставки с легкостью проигрывают 4К 60 кадров в секунду. Любые видеоролики, Full HD, 4К вы можете смотреть на этих ТВ-приставках. И даже на кубе вы можете поиграть в тяжелые и достаточные игры. Я играл на обзоре в Real Racing 3. Проехал больше, чем два круга. И температура выше 70 градусов не поднималась. То же самое примерно будет и при проигрывании видеороликов. ТВ-приставки не нагреваются. Дополнительно охлаждать их не нужно. Накатывать сюда какие-то прошивки не нужно. По одной только причине, что здесь и так самая лучшая приставка на рынке. Что касается скорости сетевых модулей по Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц никаких вопросов нет. До 70 Мбит поднимал скорость по 2.4 и по 5 ГГц видел и 300 Мбит. По гигабитному LAN тоже со скоростью все прекрасно. Можете смотреть в обзор, какие скорости показывали эти ТВ-приставки. Здесь на обеих приставках есть и Ugoos Poisk, и Ugoos Launcher. Три типа автофреймрейта для воспроизведения плавного видео. Мало какие приставки могут похвастаться даже одним автофреймрейтом. Здесь их три типа. Как настраивать можете смотреть. Тоже в настройке под ключ. Очень скоро уже выйдет на канале. Многие спрашивают. Я знаю, что ждут. Осталось недолго. И теперь, когда мы видим, что они практически одинаковые. Разница у них в полторы тысячи рублей. За что же берут эти деньги? Мы увидели эту разницу, когда тестировали ТВ-приставку Cube в тесте производительности Antutu. Там он набрал 105 тысяч баллов, а Pro-версия набирает 105 тысяч баллов. Это около 10% разницы. Которые я могу сказать, что заметно при работе в интерфейсе, при установке приложений. Cube все равно остается при этом топовой приставкой. Все открывается достаточно быстро. Показатель в Antutu не основной. Также мы с вами замеряли и скорость доступа к внутренней памяти. И тоже о Cube-версии. С этим чуть-чуть похуже, чем у Pro-версии. Соответственно, некоторые приложения будут открываться чуть помедленнее, чем на Pro-версии. Учитывая, что эти ТВ-приставки Югус, как правило, поддерживают больше нескольких лет. Вспоминаем X3-серию, которая уже много лет на рынке. И поддержка осуществляется до сих пор. То есть вы приобретаете эту ТВ-приставку, повторяю, с поддержкой на несколько лет. Как минимум после разбора мы с вами видим, что в принципе платы одинаковые. Тут версия 1.1 у Cube и версия 1.0 у Pro-шки. Но разницы в большой мы здесь с вами не наблюдаем. Вся разница, как и заявляет производитель, только в объеме внутренней и оперативной памяти. Те же самые радиаторы, вы видите, что они на заклепках. Поэтому не повредятся при транспортировке, либо при падении, при любых обстоятельствах. Этот радиатор крепко закреплен на процессоре и будет его качественно охлаждать. Так вот, друзья, что же выбрать из вот этих двух ТВ-приставок. Либо Cube, либо Pro. Как я уже и сказал, все-таки я буду рекомендовать вам Pro-версию. Несмотря на то, что она дороже. Даже в абсолюте, учитывая долгую поддержку этой ТВ-приставки обновлениями от производителя UGUS, вы получите все-таки больше комфорта при использовании именно вот этой приставки. И считаю, что полторы тысячи стоит, чтобы доплатить именно за их 4Q Pro. Но если вы испытываете недостаток в деньгах, это достаточно частая ситуация сейчас, то можно, конечно же, приобрести и их 4Q. Вы не разочаруетесь в этой приставке однозначно. Это не какой-то гадкий утенок. Это реально тоже топовая приставка. Просто работает она немного медленнее, как мы высчитали, примерно на 10%, чем Pro-версия. Прошивка та же, радиатор тот же, пульт тоже в комплекте и все проигрывает без проблем. Как я сказал, можно даже в тяжелые игры играть. Напоминаю, что ссылка на эти ТВ-приставки будет находиться в описании под видео. Ждите настройку под ключ. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал.